Потому что птиц здесь какое-то огромное количество, и здесь живут эндемические виды птиц, которые голова слона с хоботом. А если с обратной стороны заплывет, то тогда... Ну, видимо, поэтому потом из него сделали традиционно люксовый отель. Но из-за того, что сюда нерегулярная... Привет, друзья! У нас сегодня необычное путешествие, потому что это путешествие морское, а точнее даже океаническое. Мы сегодня решили прокатиться в уникальное место, которое называется Архипелаг Берленгош. Ну, то есть это острова, которые находятся в 10 километрах от городка Пениша, который, в свою очередь, тоже находится на таком полуострое. И это, как вы видите, заповедник. Прежде всего, птичий заповедник, потому что птиц здесь какое-то огромное количество, и здесь живут эндемические виды птиц, которые можно найти в Португалии только здесь. Желтоногие чайки, черноспинные чайки. Ну, в общем, я особенно не успел рассмотреть, у кого тут желтые ноги, у кого черные спинки. Но сейчас, судя по всему, сезон разведения птенцов. И, конечно, они вот так переживают, когда вторгаешься на их территорию. Но хотя на их территорию, в общем, тяжело вторгнуться, потому что идешь строго по тропинке, и в сторону отступать нельзя, везде знаки стоят. Но, тем не менее, за птенцов они переживают. Вот, покрикивают. Ну, и здесь маяк, естественно, на самой высокой точке есть. Ну, и еще кое-какие развлечения, которые мы сегодня попытаемся, которыми мы попытаемся сегодня себя развлечь. Ну, и поэтому, присаживайтесь поудобнее. К концу этого видео поймем, стоило вообще сюда ехать. И ради чего это стоило. Конечно, нужно разобраться с тем, почему это архипелаг. Архипелаг, потому что здесь несколько островов. Мы находимся на самом большом, который, собственно говоря, и дает название архипелага. Он называется Берлинга. Есть еще стеллаж, есть еще одно сложное наименование. Это, судя по всему, вот тот. И есть еще куча маленьких островков. Ну, то есть, это такие куски скалы, которые торчат из воды, из океана. Ну, и на самом деле, и Берлинга, это тоже, по большому счету, кусок такого розового гранита, который сверху покрыт тонким-тонким слоем такой пожухлой травки. Ну, собственно говоря, в которой и гнездятся эти птички. С этой стороны даже видно немножко пениши сегодня, дымка. Это, с одной стороны, хорошо, потому что не очень жарко. С другой стороны, конечно, картинка не такая яркая, как могла бы быть. Ну, и что точно можно сказать, что, конечно, главные точки здесь, главные достопримечательности, это травы площадки. Они есть вот с разных сторон. Подходишь и наслаждаешься. Либо наблюдаешь птичек, либо океан, либо лодочки и соседние острова. Ну, на лодочке мы сейчас и покатаемся. Ну, кстати, прогулка на катере со стеклянным дном довольно неплохое развлечение. Можно назвать эту экскурсию развитие абстрактного мышления, потому что вас провезут по разным гротам. Они имеют различные названия и напоминают чего-то. Ну, вот первый грот не настолько интересный. Это грот Иоанна Крестителя. И, собственно говоря, форт, который здесь находится, построенный в XVII веке, тоже называется фортом Иоанна Крестителя. А вот дальше начинаются всякие интересности. Вот, например, скала в виде кита. Или дальше, на самом деле, действительно очень живописная, голова слона с хоботом. А если с обратной стороны сплывет, то тогда, возможно, при очень хорошем воображении, увидите голову Кинг-Конга. Но меня больше всего поразили туннели. Есть маленький туннель, через который в случае отлива можно проплыть на каяке. Мы на лодке этого делать не стали. Есть большой, можно буквально насквозь остров проплыть. Ну, сейчас пойдем посмотрим, что осталось от форта. Ну, понятно, что до определенного момента этот форт использовался в оборонительных целях. Ну, я, честно говоря, не припомню, чтобы с этой стороны на Португалии кто-то нападал. Ну, видимо, поэтому потом из него сделали традиционно люксовый отель. Но из-за того, что сюда нерегулярное сообщение, потому что, в принципе, на острова Берленгош можно попасть только в летний период, зимой, осенью сюда корабли не ходят, потому что, ну, океан, мягко говоря, не очень спокойный. Поэтому и этот пятизвездочный люксовый отель прекратил существование. Здесь кое-какие остатки комнат остались. Остатки комнаты остались. Ну, в общем, какие-то комнаты остались. И так впечатление, что их все-таки используют как bed and breakfast. Ну, конечно, это уже далеко не люкс. Хотя какие-то элементы, ну, например, лобби с камином, что-то осталось. Внутри какой-то ресторанчик-кафе поет местный талант. Ну, и люди отдыхают. Пойдем тоже отдохнем. Потому что, что меня больше всего вдохновляет, потому что нам придется теперь отсюда подняться несколько сотен ступенек вверх к маяку, чтобы вернуться на наш корабль и отправиться назад. В форте, конечно, максимально хиптерская обстановка. Там не ресторан, там бар. И в баре три вида пива и сидр. И, в общем, больше особенно ничего. Но довольно такая дружелюбная. И, в общем, какой-то определенный фан в этом есть. Потом, правда, вам придется преодолеть 150 метров вверх. Поэтому особенно пиво я бы не рекомендовал. Ну, и вознаграждением за этот бросок будет шикарный вид на маяк. Ну, видимо, это самая верхняя точка острова. Ну, подтверждает. И маяк здесь появился в 1840 году, оказывается. До этого, не знаю, крестьяне с факелами, наверное, стояли. Ну, в общем, маяк как маяк. На самом деле, трех часов здесь более чем достаточно на этом острове для того, чтобы посмотреть все основные смотровые площадки, зайти в форт, прокатиться на лодке, посмотреть пещеры, гроты. Если приедь сюда на день, то можно еще понырять в хорошую погоду и покататься на каяке. Ну, видимо, этим местные хипстеры и занимаются здесь. Проводят прекрасно время. Ну, я надеюсь, что и вы не пожалели этих нескольких минут и прекрасно провели время, узнали о еще одном интересном месте в Португалии. Мне понравилось. Надеюсь, что и вам. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем путешествии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok